Когда пришла ко мне женщина, которая нереально страдала, когда она начала рассказывать о своих страданиях, у меня волосы дыбом стали. И она такая вся хорошая на самом деле, нормальная, но жизнь адская. И я ей говорю, ну давайте так, вот чтобы сейчас вы сами себя поняли, давайте с вами сыграем в игру. Какие тут игры? Никаких игр не надо, спасите меня. Я говорю, подождите, подождите, подождите. Сначала надо понять, от чего вас спасать. Представьте, что перед вами Бог. Где Бог? Да не где Бог, вот он. Ну вы же не Бог. Я говорю, я не Бог. Она такая очень простая женщина. Я говорю, ну представьте, Бог пришел. И Бог говорит, сейчас все решим. Она говорит, ой, да, и как? Я говорю, а вот вы предложите ему свой вариант. Что бы вы хотели, если перед вами был Бог? Что она сказала? Кто-то, может быть, знает. Она сказала, я хочу мир во всем мире. Хватит войн, хватит вот этих вот всех распри, агрессий. Я хочу, чтобы был мир. Все, мир. Фу, и что, она говорит. Я говорю, ну, а тут появляется Вася. Вот Вася зашел и говорит, Бог, а можно, я же тоже имею право на свои желания. Бог говорит, да. А Вася говорит, а я хочу войны. Вот мне нравится с кем-то подраться, хлебом не кормить, дай подраться. Я смотрю на эту женщину и говорю, что Богу делать? Она говорит, нет, нужен мир. Я говорю, ну человек хочет войну. Тогда их надо изолировать всех. Вот кто хочет войну, их всех надо посадить, спрятать, наказать. Такая же война. Так вы войну хотите или мира? Ой, говорит. Да? Поэтому во имя мира совершаются надо войны. То есть мы видим, что понятие концепции «хорошо» у большинства людей на уровне чувств. Они хотят просто, чтобы было хорошо их чувством. И если их чувством плохо, любой, кто мешает их чувствам, наслаждаться их враг.